Куб дарь Куб дарь это мясной пирог Это придумали в Сванете, в Грузии Это северно-запад Горное место Очень высокое к небу, к солнцу Если хотите посмотреть Вот это самое красивое место Надо обязательно ехать туда Посетить, да? Поскольку откроют границы Я думаю обязательно отправимся в путешествие По солнечно-гостеприимной Грузии Да, вот куб дарь очень хорошее ситное блюдо И обычно Куб дарь интересный И очень вкусный В Сванете получается А почему? Потому что трава другая Воздух другой, вода другая Лесо другое Кстати, Грузия вот этим славится Что в каждом регионе есть какое-то свое особенное блюдо И это можно даже по названиям Например, хачапури понять К каждому хачапури Относится к конкретному региону Да, но гурийских хачапури нету Я очень стараюсь что-то придумать Необычное Чтобы оно отличалось от мегринского От эмеретинского От аджарского Но все-таки помимо солнца, воды Трав В чем еще особенность этого блюда И особенность приготовления? Вот приготовление в том, что вот мясо Надо обязательно рубленое То есть мелко-мелко-мелко Не через мясорубку Обязательно надо мелко-мелко нарубить И этот пирог делается только с мясом Телятина, козлятина и можно баранина еще Но если берем мясо, надо брать немножко жирноватый Почему? Потому что сочный получился пирог А если берем телятину Чуть-чуть жир обязательно надо добавить Чуть-чуть Но все-таки мы сегодня с чего начинаем И что нам понадобится для приготовления кубдаря То есть мы начинаем с начинки или с теста? С теста начинаем Итак, что нам нужно для теста? Тогда мы мясо пока отставляем, да? Да, пожалуйста Для теста что надо? Вот я здесь взяла где-то 300 грамм-400 грамм муки Для вмешивания теста я сделала углубление Вот такое красивое Вот где, все-таки вот из этого объема муки Примерно сколько получится кубдаря? Две кубдаря Две кубдаря Вот мы же обычно готовим для противень Который у нас обычно в духовке бывает у всех Да, не так и это Поэтому там получится у нас только две кубдаря Так, 300-400 грамм муки Дальше? Да, берем дрожж Дрожжи Обязательно Вот так А кубачку я половину сейчас сделаю Почему? Потому что у нас немного Ну где-то примерно, наверное, грамм 15-20 Вот, вот, вот так На глаз Да, на глаз я делаю Сахар Так, сахар беру Примерно столовая ложка сахара Да, столовая ложка Сол обязательно В равных пропорциях или с соли чуть меньше? Знаете что? На килограмм я беру одну столовую ложку сахара Одну столовую ложку соль Ну то есть где-то примерно получается, что на 300-400 грамм муки Одна треть столовой ложки соли и сахара Вот, 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 а я глазам сейчас уже знаю, что как надо Ну конечно, вы это столько лет уже делаете кубдаря Я так привыкла, что это Вот у меня есть теплый молоко Вот, теплое молоко Ну вот, сейчас я немножко разберу там все, чтобы народное получилось И камком, чтобы не было, чтобы дрожжи успел как-то вот так Вот, растворится, да? Да, конечно Тесто должно быть мягкое, наверное Мягкое, да А вот все-таки мзи для хачапури, для пирогов грузинских Тесто примерно одинаковое или все-таки есть какие-то свои нюансы? Одинаковое Тесто одинаковое Здесь вот Одинаковое вкусное? Ну да То есть половину молочка беру, половину водичка я беру Вот так И мешай вот так, аккуратненько, аккуратненько А что необходимо хозяйке, чтобы получилось вкусное кубдаре? Ну помимо всех ингредиентов От души надо готовить В любви надо готовить И представить, для кого А вот вы, когда готовите кубдари для посетителей хинкани Вот вы что себе представляете? Потому что одно дело, когда ты готовишь дома И совершенно другое дело, когда это твоя работа И каждый день ты готовишь для людей, которых ты не знаешь А вы знаете, вот мои ребята здесь не будут обманывать Я когда отдаю блюдо готовое, я всегда говорю Приятного им аппетита То есть вы их даже не знают, но все равно они для вас уже Становятся близкими и родными людьми Потому что вы готовите для них Конечно, конечно, не имеет значения Потому что людей вообще-то и жизнь надо любить А если любишь, значит от сердца готовишь Поэтому мы сегодня готовим от сердца с любовью И у нас получится самая вкусная кубдари Надеюсь, будет так Сколько лет вы уже готовите? И кто вам прививал вот все эти навыки? Любовь к кухне? Взе? Любовь к семье, потому что они любят поесть Они очень любят, большие семьи, да, все любят вкусно поесть Да, 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 да И для меня, вот для меня, допустим, да, в доме, да, когда вот говорят вот такой дом Я вот всегда предпочитаю размер кухни и удобство Там как расположено все То есть не важно, сколько комнат Главное, чтобы была большая функциональная кухня Это точно, да А что любят ваши домашние? Ой, мои домашние очень любят У вас есть внучка? Вот внучка, почему-то не знаю, с рождения обожает, как я готовлю манную кашу Вот кто? Все готовят, допустим, мама готовит, там, иногда и муж готовит Иногда нет, бабушка на манной кашу, это самая вкусная Наверное, бабушка Что вы туда добавляете? Любви Все, 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 как наше тесто в Зе Вот, тесто уже, смотрите, как красиво мельчится, видите? Я могу еще чуть-чуть, дабы, чтобы не получилось тяжелое, чтобы не получилось это Получается, вы вымешиваете тесто и понемножку добавляете попременно молока и воды И я напоминаю, что молоко и вода теплые Теплые обязательно, чтобы быстро тесто поднималось Конечно Сколько примерно ему необходимо будет постоять? Ну, полчасика Ну, то есть как раз у нас будет время, чтобы заняться начинкой Да, конечно А что вообще, ну, про начинку мы уже, про мясо поговорили Какие специи используются при приготовлении губдарии? При приготовлении губдарии, вот самое важное, это сванское сол Сванский сол готовится из разных-разных трав, приятностей Там есть их мили-сунели Ну, конечно, никто не знает пропорции, кроме сванов Как это надо делать, честно говоря Ну, вы-то знаете пропорцию Вы сегодня поделитесь секретами с нашими телезрителями? Пропорцию точно тоже не могу вам сказать Потому что вот настоящий толка там продается И это сванский сол не только для губдарии хорошо Это на салатиках, на огурчике, помидорчике очень хорошо идут Ну, на всякое блюдо, в принципе, очень хорошо идут Мне очень нравится Ну что, наше тесто готово, да? Вот, все, наше тесто уже готово Мы его оставляем Такой получился у нас такой красивый вкус Я могу даже показать, да Такой вот красивый Красочек теста Из этого получится две губдарии Ну, примерно этого объема теста хватит Да, да, да Мы оставляем тесто Да, оставляем тесто И займемся начинкой Да Что нам для этого понадобится? У нас здесь есть мясо телятин Я вам пример покажу, какой тонкий А я потом попробую это сделать, да? Пожалуйста, да Вот смотрите, я тоненько-тоненько, что было Вот смотрите, как вот Вот один кусочек То есть мы напоминаем, что в начинку у губдарии идет рубленое мясо Мелко-мелко рубленое Смотрите, я по полоскам вот так делаю, видите? Вот, вот Мелкие-мелкие полосочки вот так И лучше всего для этого пирога использовать либо телятину, либо козлятину, либо баранину Баранину, да Либо баранину Если берем свинину, да, свинину тоже можно, конечно Но в меру жирные Ну, в принципе, можно, наверное, добавить тогда к свинине телятину И смешать два мяса, два вида Если кто-то любит, то есть, в принципе, здесь можно поэкспериментировать Да, у вас прям так мелко-мелко Вот Поэтому особый вкус там есть Практически тартар Из телятины Ну, давайте я вам помогу Давайте Да? Немножко Попробуйте, пожалуйста Тоже поработаю Ага А вы пока рассказывайте Вот Рубим мелко-мелко-мелко Мы уже приготовили здесь пеции, которые потом надо помешивать Помешать туда А какие основные специи? Основная, конечно, соль и перец Это обязательная, которая нам надо Ну, есть там еще и хмели-сунели Есть сванские соли Есть Трава вот такая, зира Там очень известная в Сванете Тоже Вот делает на это Есть яджига Но, знаете, у каждого повара есть своя интерпретация Как надо сделать, что добавить С каким вкусом предпочитает А у вас вот на что вы делаете обычный акцент в приготовлении ваших блюд? Обычно я сделаю сол-перец, чтобы в меру было аджика Я хмели-сунели люблю тоже очень Сунели люблю Но черный перец тоже дает пикантность свою Может быть, не совсем остроту дает, но пикантность дает очень Здесь еще надо зелень, кинза и петрушка Ну, тоже какой же мясной пирог без зелени Да, да, конечно И еще и в грузинской без зелени Это же вообще А кто все-таки придумал этот пирог? Наверняка здесь вот в Сванете А что послужило поводом к тому, чтобы приготовить такой пирог? Вы знаете, на охоте когда уходили, а там же горная местность А там основное мясо и охота ходят И там кабани есть, там есть олени, там есть все Вот, но они же долго уходили И поэтому надо было ситную какую-нибудь блюду взять И чтобы отдельности не было, чтобы в сумке не таскать Брали пирог, вот такой придумали И очень вкусный, очень ситный Вы сами убедитесь, когда будете есть, что это правда ситный Ну, охотники-то, конечно, знали Можно и сатибели есть Некоторые едят кубдаре с треймали, допустим Некоторые едят соусом, помидоры, которые есть, томатным соусом То есть, вот, у кого какое это Я, допустим, ни с чем не люблю Потому что там вкус такой, я не хочу Ни с чем смешать Уже ничем уже смешивать, да? Такой классический вкус Классического кубдари Да Мизея, мясо мы порубили, что дальше? Берем лучок Как его режем? Половинку сейчас Так, то же самое Мелко-мелко Вот видите, как Вот это уже на этом месте, которое у нас есть, это достаточно Мы берем лук Пожалуйста, да, берем лучок Вот туда добавляем И перемешиваем, да, все? Так, еще добавляем вот пряности, которые у нас здесь есть Берем ложечку Вот Так, давайте, говорите Что и сколько? Это черный перец Да Все в меру Все в меру Чтобы не было потом Никаких перемещений А то перемещаются И запах, и аромат Все Да Поэтому невкусно получится То есть, какой-нибудь один возьмет свое А все остальное Это что? Это черный Это хмель-сунели 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 Да Это аромат Это у нас с ласки соль Без этого не получится, поэтому надо чуть-чуть добавлять Обязательно Обязательно Для кудари Да А вот этот красный перец, это по вкусу, кому как Но мы добавляем Мы добавляем Так, не для того, чтобы горчило Для того, чтобы пряности там было Вот Это все перемещаем Очень-очень-очень тщательно Хорошо, чтобы все прошло туда внутри Ну, не добавляем ни водички, ничего, да? Нет, ничего не добавляем Потому что мясо я взяла такой конституцией, который вот как раз надо Чуть-чуть жирноватая такая Вот, берем листья Вот на это мясо нам понадобится Вот такие красивенькие Смотрите, аппетитные прям вообще Ароматные Это кинза Да, это кинза Так, здесь тоже не берем Мелко То же самое И берем петрушку Так, а петрушка у нас Да Тоже две штучки возьмем Достаточно? Да Да Так, лишнее убираем Да Мелко режем Мелко, так Мелко Добляем туда Оказывается, вы умеете готовить Как хорошо Нет, это вы просто прекрасно Объясняйте У меня получается Я впервые готовлю кундаре Вот у вас получается Какой аромат Вы себе не представляете Вот даже вот только ради него стоит попробовать приготовить это блюдо И порадовать своих близких А еще когда горячее будет А когда все уже выходит Очень вкусно Очень Так, так Чесночок Так, я вот так Ну и наверное его тоже нужно немножко, да? Да Вот на это мясо я беру вот одну головочку Потому что головочки большие И чтобы тоже не переборшить У нас практически все готово, да? Как там наше тесто? Вот тесто тоже Все готово Начинка готова Начинка готова И мы приступаем к пирогу Готов уже пирог Так, берем Луку Всыпаем здесь Чтобы не было Вот так И распределяем Прямо руками, да? Да Ну мне не трудно Поэтому Ну кому как удобно Угу Вот изначально я вот так делаю руками Вот Какое тесто мягкое Вот И мягко Добавляем начинку Так Немножко так распределяем Так И начинаем собрать с краюшечки Но краюшки надо обязательно вот так Вот так брать Не вот так А то у нас неправильно потом распределяется Оттуда внутри вот эта начинка Практически как будто мы делаем кинкалю Да Практически да Все доходит Вот так Смотрите Вот Все я уже собрала Сыплю там муку Вот так И переворачиваю Так А сейчас уже нам понадобится Что? Вот А уже дальше скалочка, да? Скалочка понадобится Давайте я попробую Ну не сильно, да, наверное? Ну потихонечку-потихонечку начнете А потом Иногда воздух набирается Чтобы у нас получилось равномерное Вот я открываю И воздух оттуда въедет А потом уже можно его распределять по кругу Вот видите, воздух пошло И уже начинает А так начинаются пузырьки там внутри Я добавлю последний штрих Я его прям как-то жалею Да Видно Это мы оставляем? Не закрываем? Нет Не закрываем Оттуда пар должен выйти Оттуда пар должен выйти Смотрите У нас здесь готово И перекладываем Вот так вот Ну что, наш кубдарь практически готов Мы его отправляем Намажем сверху Как всегда Маслом И отправляем в печь Сколько по времени он готовится И при какой температуре? 220 градусов Готовится 12 минут Ну то есть в разогретую печь Мы ставим пирог Да, в разогретую И обязательно пирог ставим И вот так Из 8 минут до 12 я смотрю Как это все получится Может быть там 10 минут тоже хватит Но обязательно И даже мясной пирог Надо, чтобы начинка была хорошо Пропарена И дошла До готовности Оставайтесь с нами Не переключайтесь И узнайте, что у нас получилось Отправляем пирог в печь Отправляем Дима, ну что? Время подошло? Время подошло Ждем пирог Уже готов Оставашку Какой аромат Спасибо Приятно Вот Выглядит наш Настоящий ароматный Грузинский кубдарик готов Давайте пробовать? Пробовать Давайте Все ли у нас получилось? Очень вкусно Я понимаю, почему Охотники Так охотно брали Этот пирог с собой Чувствуется тоже Ваши руки Спасибо за потрясающий Вкусный рецепт Грузинского пирога Кубдари Я думаю, что у наших Телезрителей Все обязательно получится И они смогут Приготовить его В домашних условиях И побалуют себя И своих близких Еще раз повторюсь Вкусным грузинским Пирогом Кубдари Оставайтесь на нашем канале До свидания И приятного вам аппетита Субтитры подогнал «Симон»